Трагические события в Керченском колледже стали поводом для проверки учебных заведений в Красногорске. В школе номер три сегодня члены общественной палаты городского округа. Состав комиссии до трех человек, таковы правила посещения. Внутри здания и снаружи видеонаблюдение, на входе охрана с металлодетектором. На проверку общественникам предъявляется и главный документ по безопасности – паспорт антитеррористической защищенности. Увесистая папка с подписями ответственных лиц и проверяющих ведомств. Но членов комиссии интересуют не только бумаги. Снимается опечатывание, открывается шпингалет и дети. Вот здесь попали выход на улицу. В современном мире обострился не только вопрос, где учатся дети, но и кто они. Счастливые школьники и студенты или обиженные, никому не нужные, способные на все. В школе номер три о важности психологической поддержки говорят давно. Она инклюзивная. Здесь трудятся пять психологов, два социальных педагога и четыре дефектолога. Отдельная работа ведется и с ребятами из семей мигрантов. У нас есть особая программа. Эти дети также инклюзивно обучаются в общеобразовательных классах. Но так как русский язык является для них неродным, мы разработали дополнительную программу. Следующая школа, куда наносят визит члены общественной палаты – СОШ номер 15. С порога те же вопросы к охране. Как часто проходят тренировочные эвакуации, где журнал приемки ключей и когда была последняя проверка тревожной кнопки. Вызов наряда, то есть проверочные мероприятия или как они вас проверяют? Нет, кнопку проверяем каждый день. То есть утром мы пришли к кнопку, и нам идет огромная связь? Да, нам сказали по телефону сигнал, хорошо, каждый день. После трагедии в Керчи администрация городского округа Красногорск в октябре провела тотальную проверку всех муниципальных школ. Совместно с Росгвардией и ПОШ-надзором. Состояние образовательных организаций признано удовлетворительным. Приняты превентивные меры. Шесть школ будут приобретены металлодетектор стационарный. В соответствии с контрактами, которые заключали по конкурсу частные охранные организации, в обязательном порядке на каждом посту предусмотрен ручной металлоискатель. То есть мы в этом плане надеемся, рассчитываем на то, что сотрудники охраны достаточно профессиональны и понимают, что именно надо досматривать и кого. Как показала очередная проверка 15-й школы, безопасность на уровне. Но вопросы у членов общественной палаты все же остались. Дело в том, что здесь нет автоматического открывания ворот и калиток с поста охраны. Оценка школе 4 с минусом. Директор школ решает эти вопросы в рабочем порядке. По взаимодействию с управлением образования мы тоже со своей стороны, скажем так, будем рекомендовать управление образованием, администрацию городского округа Красногорск. Эти мероприятия, скажем так, реализовывать, скажем, в краткосрочный период. Будут подготовлены письма, будут подготовлены рекомендации. То есть мы не просто сходили сюда, посмотрели, сказали, что все хорошо. Проверка общественной палаты на этом не заканчивается. В планах комиссии аналогичный визит нанести в школы в поселке Нахабино и микрорайоне Павшинская пойма в ближайшее время.